Всем привет, друзья! Давайте же обсудим сегодня, когда наконец-таки со скамится проект Волкин, в каком виде можно ожидать этот, собственно, скам, а также риски, которые связаны с этим проектом. Но перед этим призываю вас традиционно подписаться на наш телеграм-канал. Переходите в комментарии, в обсуждения, нам очень интересно будет почитать ваше мнение по проекту. Куда он пойдет, какие есть плюсы, какие есть минусы и вообще, что вы думаете. Поделитесь вашим опытом, вашим мнением в комментариях. Всем будет очень интересно. А теперь предлагаю приступить. Давайте обсудим, наверное, что такое, в принципе, скам. Под скамом я конкретно понимаю то, что разработчики заходят в проект, создают его, да, создают какой-то хайп, какую-то линию проекта, да. И далее после листинга они пампят цену и сразу же дампят, соответственно, проект. Да, то есть берут деньги с пользователей и уже далее обналичивают тем самым свои токены, потому что они, их первичные владельцы, да, отдают нам токены, забирают наши деньги и, соответственно, уходят в небытие, растворяются. Тем самым вот проворачивая такую нехитрую сделку. Люди остаются на руках просто с ничем не подкрепленными, бесполезными токенами, да, которые даже не использовать в проекте, потому что проект, для которого создавались эти токены и покупались, да, он закрыт. Вот в таком понимании я понимаю слово скам. Что у нас конкретно получается в Волкин? Да, давайте для вот этого видео мы возьмем определение, что скама, мы уже видим, да, то, что скама не случилось в таком понимании, в котором у меня оно озвучено было, но есть определенные риски, да, поэтому вот люди, которые пишут в комментариях про скам, то, что сейчас все соскамится, давайте, наверное, будем подразумевать следующие варианты развития событий. Первый вариант – это будет невыгодный фарм, да, то есть мы покупаем котов, какой-то период времени проходит, что-то происходит с проектом, а далее уже как бы мы видим то, что мы стоим либо на месте, либо в нуле где-то находимся, ну, то есть смысла в этом особого не было, да, вот это такое понимание скама. И далее, что монета вот будет стоить ноль, там около нуля, да, будут какие-то нежелательные движения в сторону, соответственно, ее убывания. Поэтому, наверное, давайте говорить именно вот в таких категориях. Соответственно, что мы видим, да, если мы рассматриваем скам как скам традиционный, то мы этот момент уже проехали. Pumping dump не было, да, наоборот, мы видим максимальный-максимальный рост, ну, стабильное положение токена, да, но далее уже после того, как стакан устаканился, можно так сказать, мы видим постепенный-постепенный плавный рост. Соответственно, это довольно неплохо. Давайте рассмотрим, наверное, вот с точки зрения фарма, что можно ожидать или не ожидать, да, какой этот риск. Фарм может быть невыгодный. Каким это образом могут сделать разработчики? Где-то уже делают, где-то, наоборот, не делают. Это, допустим, я вложу там 500 тысяч долларов, да, закуплю котов, а у меня сделают винрейт 10%. Там, не знаю, 20%. Что я получу? Да, я вроде вложил деньги, получил токены, на эти токены купил котов, а коты мне не приносят даже ожидаемого какого-то профита, да, потому что мне взяли разработчики, это в их силах вполне подрезали мне винрейт, и как бы сейчас я сижу с котами, допустим, да, и ничего у меня не происходит. Тут, наверное, стоит рассматривать... Момент с винрейтом, наверное, стоит рассматривать на больших числах, потому что... Момент с винрейтом, наверное, стоит рассматривать именно на больших числах, потому что момент с винрейтом стоит рассматривать именно на больших числах. Да, технические разработчики, они могут подрезать винрейтом, а вообще хоть в ноль его сделать, постоянно ставить там с имбалансными персонажами. Однако к чему это приведет? Это приведет к просто оттоку пользователей и не совсем это логично делать. Если вам могут попадаться, все могут попадаться, да, я тоже чувствую такую прокрастинацию, когда ты такой походил вроде, да, у тебя три из трех поражений, а потом ты ходишь энергию, там, одна победа, и потом опять два поражения, ты такой, да что, камон, зачем, типа, зачем это все? Вот, но это все стоит рассматривать именно в больших числах, да, можно в промежутке дня может быть один винрейт, в промежутке недели он будет уже плюс-минус в балансе каком-то находиться. Вот, поэтому, наверное, риски с винрейтом, они есть, но они более такие психологические, да, потому что разработчики, в принципе, они не будут делать какой-то супер низкий винрейт, потому что люди будут просто уходить, и это, ну, схлопнет весь проект, в принципе, вот, поэтому, наверное, этот риск, я думаю, что стоит, ну, можно отметать, потому что в какой-то промежутке винрейт будет один, далее он будет другой. Кстати, для справедливости стоит тоже отметить, что в любом случае сейчас идет по поводу винрейта такой культ на всю уравниловку, да, что мне тоже не нравится, хотя это уже как аргумент тому, что будет низкий винрейт. Нет, низкого винрейта у вас не будет, у вас скорее всего будет плюс-минус равный винрейт к 50 процентам стремиться, потому что вот у меня также легендарная одежда, допустим, да, смысл ее покупки, если бы я покупал ее для того, чтобы повысить свой винрейт, я бы, соответственно, не получил то, за что я, то, что я ожидал, да, потому что с приобретением легендарной одежды я получил винрейт с 65 до 75 процентов, то есть дали мне просто, ну, плюс 10 процентов к победам. Стоит ли это того? Нет, однозначно нет, однако одежду я покупал легендарную по довольно низкой цене, я ожидаю ее подъема в цене, да, я ожидаю того, что разработчики все-таки как-то приведут в баланс одежду и будет смысл ее покупать и с ней как-то взаимодействовать. Соответственно, цель моей покупки была именно в этом, поэтому посмотрим через неделю две-три месяц, я думаю, что ее стоимость поднимется в два-три раза и я получу свой профит, а возможно и нет. Поэтому, что касается винрейта, мне кажется, что пока, пока он будет в районе 50 процентов, да, какие-то дни будут меньше, какие-то дни будут больше, поэтому переживать в принципе нечего, можно просто, если у вас есть табличка, вы ведете какую-то табличку, да, расчетов, ставить процент порядка 50-60 процентов, если вы ходите, да, ну вот у вас будет 65-70, вот, и все будет в принципе понятно и предсказуемо. Далее, далее, с чем еще может быть связан риск покупки котов, да, это с тем, что ведут жизни, жизни будут, допустим, имбалансны, да, как мы думали, что бридинг будет один, по факту он получается другой получился. И с жизнями такая же может быть история, да, то есть как какой-то будет логика в этом всем, какой-то будет баланс, но, допустим, я сейчас зайду в проект, закуплю, да, или там чуть больше решу инвестировать, а далее ведут какую-то фичу, которая сломает весь мой замысел собственный. Да, вполне тоже такое может быть, вот, что касается жизни котов. Но в какой-то контраргумент, наверное, можно сказать, что на АМА-сессиях обсуждались командные забеги, командные забеги котов, то есть разработчики понимают проблему того, что есть какой-то порог инвестирования в проект, да, то есть при желании большом каком-то, да, там больше тысячи, больше двух тысяч долларов ты не инвестируешь туда, да, потому что, ну, некуда элементарно. Да, ты можешь купить себе легендарных там питомцев, но смысл от этого, то есть возврат инвестиций твой не будет просто отодвигаться далеко-далеко-далеко, да, как-то сильный плюс ты не выйдешь. Вот, поэтому решение тому это будет покупка большого количества котов, 10-20, допустим, да, но сейчас у нас это ограничивает то, что приходится на каждого заходить, каждого тыкать, пальцы уже стираются, надоедает это все дело и, как бы, не очень удобно. Вот, на что разработчики выкатывают решение, да, то, что будут командные забеги, и можно будет одним нажатием получить, соответственно, всех котов пробежать за раз. Вот, к чему это приведет? Это приведет к тому, что люди будут выкупать котов в большом количестве, флор будет подниматься, и далее, соответственно, будет смысл людям закидывать и 5 тысяч долларов, допустим, да, и 10 тысяч долларов, в степане там и сотни тысяч долларов закидывали. То есть, как бы, это не такие, что суперогромные инвестиции для какой-то части людей. Соответственно, это будет пододвигать, это будет способствовать росту токена, да, пододвигать флор выше, и, исходя из этого, мы уже можем убрать, что, да, будут жизни у котов, но это, как бы, основная механика, да, основная механика игры, что ты покупаешь кота, ходишь с ним и получаешь при этом профит. Если ты сделаешь так, что ты получаешь кота, он у тебя умирает, ты не получаешь профит, ты остаешься еще должен, ну, как бы, в чем смысл игры, да, это не будет работать. Поэтому при том варианте, когда у вас есть кот, вы, соответственно, его 100% должны окупить и выйти в плюс. Только тогда это все будет работать. Поэтому, соответственно, риск того, что кто-то что-то подкрутит, и игра сломается, ну, он такой, мне кажется, несущественный в данном случае. Единственный момент, только если вы покупаете кота на маркете, да, за какую-то оверпрайсную стоимость, тогда вы можете его не окупить, ну, потому что просто это не заложено в математику, да. Вы берете, допустим, какой-нибудь шестой уровень, там, за 2000 монет, потому что, ну, потому что так захотелось продавцу, и вы решили купить. Ну, тогда есть риск, вполне есть риск. Рассмотрим далее. Далее. Монета стоит ноль, допустим, да. При каких вообще, какой вариант развития событий будет, что монета будет стоить ноль, да, если все поголовно начнут ее сливать. То есть должно произойти что-то такое, что, вот, не знаю, там, полное закрытие проекта, кто успевает, тот и сливает. Все, монета стоит ноль, и как бы до свидания. При других вариантах монета будет хоть что-то стоить. Соответственно, она может уйти как в одну сторону, так и в другую. Ну, в принципе, как любой криптовалютный проект, да. Поэтому риск нуля – это риск скама. Риск скама мы прошли, поэтому проект… Мы делаем вывод, что проект будет существовать долго, да, и разработчики не будут его скамить. И, соответственно, что, соответственно, стоимость монеты нулевая точно не будет, а значит, какая-то стоимость монеты она будет. При том, что мы сделали вывод о том, что коты будут плюсовые, соответственно, какой-то профит у нас все равно будет. Но, точнее, нет, перед «но» давайте, наверное, обсудим. Вот, ну, вот, окей, я разработчик, допустим, да, предположим. Как бы я сделал, что бы я сделал, чтобы максимально получить профит, максимальное количество людей кинуть, да, вот. Хочешь понять других людей, да, встань на их место, допустим. Вот, давайте попробуем. Окей, я выпустил приложение, у меня прошел листинг, у меня есть какое-то количество токенов. Я могу что сделать? Вот, я могу взять, запампить токен, как это было сделано в Stepan, да, допустим. Я могу создать ту ситуацию, когда люди, которые зашли в проект, почему вот многие не заходили, да, потому что людям не нравилась окупаемость кота там в 3 месяца, в 3-4 месяца, да, хотя в Stepan'е там в какие-то моменты была неделя, там 2-3 месяца. Люди бегут на такую совсем халяву, хотя какую-то часть людей это останавливает, но большинство все-таки притягивает. Поэтому, что бы я делал, допустим, да, я бы дал зеленые средства вообще на все, на покупку гемов за Волкины, да, поставил там какой-то оверпрайсный ценник за то, что вот покупай, не хочешь ходить, ничего страшного, покупай гемы, вот вкачевывай своих котов и получай-получай профит. То есть сделал бы весь информационный шум таким образом, чтобы человек, который заходит в проект, он, у него была 100% уверенность, да, что вот совсем-совсем чуть-чуть, вот у него будет, там он станет миллионером через месяц. Поэтому он бы инвестировал постоянно-постоянно-постоянно, покупал бы кучу гемов, покупал бы кучу котов, все это росло в цене, люди бы такие, как летели на эйфории определенные, да, и далее я просто продаю огромную часть своих токенов, и все скатывается на нет и стандартный, в принципе, схема. Вот. Исходя из этого, мы это не видим, да, и, соответственно, боятся того, что как-то это быстро все загнется, смысла нет. Вполне-вполне логичная история, то, что это в любом случае у разработчиков цель-прибыль, да, как у любого бизнеса, поэтому они грамотно делают, что делают все это постепенно. Повышают цену токена, держат флор по токену, как нижней, так и верхней границы, и постепенно где-то докупают, где-то продают на вот этих вот разницах. Они же все равно контролируют рынок, да, они видят, соответственно, они знают, когда они выпустят как ту или иную новость, они примерно предполагают, как эта новость отыграет на рынке, да, соответственно, если ты контролируешь рынок, если ты знаешь, в какой момент времени выйдет та или иная новость, ты можешь либо продать свободную часть своих токенов, да, и, соответственно, откупить их на падении, либо наоборот за память от новости цену, да, и дальше там поставить какую-то верхнюю границу и всем продать по верхней границе, например. Вот, поэтому это такая более долгосрочная история, и если честно, работать, то можно гораздо, гораздо дольше и больше заработать. Давайте, наверное, смотреть, что. Вот если, какой риск сейчас, да, вот если я зайду в проект по 0.9, допустим, да, монета будет стоить 0.5, соответственно, я буду в минусе почти в два раза. Да, то есть, вот вполне осознанный риск. Многие писали тоже в комментах, да, почему, типа, я сейчас фиксируюсь, а дальше уже, если монета упадет, то я могу опять зайти в проект, потому что он там подрастет. Ну, логика, наверное, верная. Если вы заходили в проект раньше, да, и сейчас у вас есть какой-то иксы уже какие-то, возможно, вот заходили вы по 0.6, а сейчас токен 0.9, ну, наверное, есть какое-то желание продать и выйти из проекта и ждать, допустим, снижения. Возможно. Но, не знаю, мне кажется, это не особо, наверное, верный вариант, если ты веришь в проект, если ты веришь в какое-то его будущее, да, ты понимаешь, что цена даже 0.9, но это ни о чем. 0.09, извиняюсь. Поэтому, соответственно, да, можно так сделать, но довольно рискованно, можно не увидеть, не дождаться этих 0.05, 0.05, 0.06 и так далее. Тут, наверное, действует правило усреднения, да, то есть сейчас вы зашли в проект под 0.9, цена упала там до 0.7, допустим, но окей, можно, значит, отлично подешевело, можно дальше брать еще больше, допустим, да. Почему нет? Тем самым средняя будет там 0.8, 0.08. Дальше что может быть? Куплю котов, да, а разработчики ведут определенные фишки, и это будет невыгодно. Это, соответственно, мы уже тоже разобрали. Это основная механика игры, в принципе. Поэтому как-то взаимодействие с котами, они, наоборот, будут стимулировать количество котов, которые есть на руках у пользователей. Для этого и будут водиться командные бои, для этого и будет вся механика игры работать. Вот. Они нам, собственно, кричат о том, что, чуваки, покупайте котов, получайте профиль. Поэтому этот риск я считаю минимальным. Вот. Расскажите, что вы думаете по этому поводу всему. Мне кажется, что то, что происходит в период затишья, да, это даже не спад. У нас сейчас есть такие волны информационные по проекту, где либо уходит новость, и все ее начинают обсуждать, да, и дальше идет какой-то рост, рост, рост и монеты, и там движение по внутри флоры, внутри маркета. Так и, соответственно, просто моменты затишья. Но эти моменты затишья, они могут превращаться в какой-то моменты падения, в моменты ощущения, что сейчас все соскамится, например, да. Вот. Хотя на самом деле это просто моменты затишья, где разработчики берут, работают, решают какие-то проблемы, которые накапливаются в сети самой Solana, да, и в построении тех алгоритмов, чтобы все работало, все четко было функционировано. Поэтому решать, наверное, в любом случае вам, вот, стоит ли заходить в проект, стоит ли больше в него инвестировать, стоит ли в него реинвестировать сейчас, или стоит забирать какие-то свои вложения. Вот. Мне кажется, что можно вполне сидеть в проекте как минимум до, там, января, февраля, марта, потому что там идет, вот, в ближайшие 6 месяцев идут самые вкусные события. Самые вкусные события по типу, допустим, фиатного протокола, по типу командных боев с котами, DEX, самой механикой игры, да, помимо, там, вот этих соревнований, будут другие механики. Ну, то есть это все-все-все будет пампить цену токена вверх. Поэтому выходить сейчас, получив, там, вот этот вот, ну, небольшой люкт какой-то, наверное, смысла особого я не вижу. Хотя в любом случае время рассудит, кто был прав, кто был неправ. А принимаем решения мы только сами и рискуем только своими деньгами. Поэтому переходите в телегу, буду рад вас видеть там. Пишите свои мысли на этот счет и давайте, давайте.